даром обратно с вами лобстерс это пацанское лето какие понял очень китичный мод и давайте начинай анда кстати я вообще в душе небу это как его на кинетический мод или нет так что будем разбираться по ходу дела и у меня такое чувство что когда мне кто-то подскажет я уже буду в курсе так это или нет потому что видос выйдет где-то через неделю только после того как я записываю ну да похуй погнали куда едем пролог история о губнике по имени семён который попал в автобус 410 заебись начало вам не кажется он сидел на автобусной остановке чтобы съездить в магазин за пивом ща божауля с косичкой пососать че хуйца посерить охота где этот гребаный автобус спросил он тихо про себя вытаскивает из кармана синий винстон блин боже сейчас синий винстон такое говнище стало лица богу я на вой перешел делает одну затяжку затем следующую и еще несколько почти выкурил сего автобуса еще нет шо за дела семян отвел взгляд вниз и увидел собачьи какашки фух мля чуть не вляпался семён пересел чуть правее в мыслях у него царил полный кавардак так как ленка спятого с пятого пару дней назад бросила его я была бы себе нормальную а думал он погрузившись в мысли о своем расставании и о любви в целом он прошептал про себя вот мразь то столько денег на нее просрал в полом отчаянии он достает еще одну сигарету просидел в минут 20 он понимает что скурил все сигареты блядство теперь еще и на сеги деньги тратить однако он был не из бедной семьи не был из бедной семьи семян родился в семье доктора и учительницы но свой нынешний характер и манеры общения получила ту лица родители почти не контролировали его уделяли ему мало внимания поэтому он связал связался с плохой компанией он не был наркоманом или алкоголиком он вполне контролировал себя и знал меру два года назад два года он встречался со своей девушкой леной он любил ее но со временем чувствовал что между ними уже нет был их страсти однако он делал ей подарки на деньги которые отжимал у ботанов она насмотрела на него сквозь пальцы на два на два дня назад и вовсе бросила его еще приличное время семян сидел в раздумьях периодически матерясь себе под нос но со временем понял что сидит тут полтора часа автобусы походу на сегодня закончились он медленно встал услышал приближение автобуса так блять а с каких нахуй пор на остановках анимашные блять как как вот это вот хуйня называется я плит не помню это не билборд она как-то по-другому короче анимашные эти пизды не прошло и года сказал он про себя сделав злобную гримасу двери автобуса раздвигаются он заходит в него ну хоть на нормальных сиденьях посижу командира разбудена петроградская а в ответ лишь подтверждающие мычание невольный семён закрыл глаза он погрузился в сон под шум автобуса день первый тупой пердон просил же на петроградской разбудить и какого ляда светло стопа шо за луга спереди семён оглянулся и понял что не на петроградской он сразу же пули и встал и подошел к водителю никого нет шо за дела по привычке он начал начал обшма обшманывать автобусы и нашел пачку космоса в хоть перетянуться ищем семён вышел из автобуса где я шот за место семён пошел дальше и наткнулся на ворота лагеря из-за ворот выглядывает и девушка с осветлыми со светлыми со светлыми блять со светлыми волосами она замечает семена и направляется к нему приглядываясь семён замечает девушку она подходит ближе ох какая госпожа привет ты новенький и семён стоит и молчит от смущения что застыл но и еда стыд и смущение постигли его сильнее он не знал что сказать как тебя зовут семён для своих просто семка боже что за пиздец какая жена симпатичная меня слави зовут вообще полное имя славяна ну все меня слави зовут славя стояла и объясняла семена как прийти к выжатой но тот слушал только края муха в основном стоял и смотрел на нее все понял а да все понял поддакивал семён ну да ладно мне пора у меня еще дела девушка скрылась за воротами ой стопы шот чё было шот за место такое похоже на времена сувка не не думали я на цепу поедусь ага нашли ложка семян развернулся и увидел что автобуса уже нет о бля только шкалы мага тут стояла семена поверк поверк шок что за хер я тут происходит страхи семён побежал по дороге так вроде башни эти электрические стоят значит я на земле но где именно я попросил же остановить на петруградской мало того что не разбудил так еще и завез в какой-то колхоз ладно надо держать себя в руках следовать по дороге авось и найду цивилизацию прошло два с половиной часа на ляя кругами хожу шоль опять вернулся к этим ебаным воротам так ладно надо помыслить как это там логически во надо произвести эту как я там хронологию говорил мне батя читай книжки вечером я захител пиваса сел на автобус в своем районе прождал его хрен знает сколько сел на 32 автобус стопа там была четверка вначале и по-моему единица то есть я на сорок первый сел данный бред сплошной да даже если сорок первый я бы на фабричку приехал там продуктовый прям как с остановки вылезаешь а тут какая-то какой-то какой-то санаторий шо ли семён подходит к воротам и видит надпись пионерлагерь какой нахер пионерлагерь вы за кого меня держите семён подымает голову и видит надпись совёнок а совёнок ёпта минут 30 он стоял в раздумьях что с ним происходит куда он попал так тёлка сказала мне надо какой-то вожатой это типа бугор шо ли или чё а ладно там же живые люди есть и их ухо хоть спраш поспрашиваю какое-то обшарпанное здание похоже на заброшку на моем районе судя по виду лет тридцать отстроили назад отстроили семян на площади замечают вдали пионер ведущих куда-то на площади почти никого не было все лавочки были пусты семен вспомнил про зажигалку в своем кармане и про пачку сигарет найденую в бардачке хорошо хоть живу взял достает из кармана пачку космоса и только потому что замечает название сигарет что за сеги такие где акцизная марка или какие там таких я не видел бог с ним главное чтоб было чем подымить семён делает тягу и в голову дал табак ох вроде плохо семён садится на лавку и в полом упоении выкуривает одну сигарету он потянулся за второй сигаретой как почувствовал запах фото мляешь в куртке прошло много времени а семён только сейчас обратил внимание на свой внешний вид куда она там сказала идти ладно поищу вслепое поспрашиваю народ семян встал и пошел куда глаза глядят резкий удар в спину семена он пошатнулся но удержал равновесие он часто дрался на своем и на чужих районах удар он держал хорошо семён обернулся и увидел рыжую девочку я не понял ты холи творишь сука ёбаная девочка пришла в удивление от речи семёна чё за веслом и мрабляй звать говорю как ёпт алиса ударила меня зачем нахуй а я я не знаю ладно потом с тобой разберусь не борзея не делай так больше поняла туда шла вон отсюда алиса бегом убежала и скрылась за домиками бывает же борзой не то чтобы баба но чтобы баба я никогда такой наглости не видел хорошо что сдержался дубы всякий исчез бы в борону блять епт хэ 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 Семён побрел в своем направлении пройдя какое-то расстояние он дошел до умываликов ах хэ хэ пить можно семён подошел к одному из ум к одному из умываликов и открыл кран оттуда хлынула ледяная вода он начал ее пить и болезнь зубу ландона вода была просто ледяная семён морщил свое лицо когда пил ее напившись вдоволь семён развернулся и увидел пионера братан пойди сюда крикнул семён кто и и ах но не я же ебта бля шурик подошел ближе я как именовать шурик прикольно погоняло улыбнулся семён ну еще не об этом другом не знаешь как бы к бугру пройти к кому кому а это вожатая в шурик подробно рассказал семёну как пройти к вожатой вообще от души братан благодарствую за меня стакан чё с тебя забей и не заморачивайся спасибо говорю обращайся недоверчиво сквозь зубы сказал шурик блять что за пиздец такого хуя было вообще писать этот сценарий не то чтобы создавать этот мод блять так следуя его словам мне туда не ну все мы знаем зачем я начал его проходить кивнул семён в нужном направлении и пошел к домику вожатой семён подошел к домику вожатой и начал оглядывать домик блять а не слишком ли много слова в домик в предложении в котором три раза упоминается слова домик а домик а симпотт симпоттая атмосфера как-то и сирен лежачок ваще не тварда бля только сейчас заметил что там на заднем фоне еще что-то тоже есть какой-то красный с какой-то сарай с красной дверью а на похуй минут пять семён еще постоял около домика постояв и разглядев домик он решился зайти ну блять гопник пять минут тупил блять сука в какую сторону двери открывать так где мои манеры с этой мыслью семён постучался в дверь из домика донесся крик открыто семён заходит внутрь и вот шо тут все такие красивые это та славя то то это то славя то борзая терь вожатая мне понравились дешние дамы здравствуй и семён да мне твои родители уже позвонили меня зовут ольга дмитриевна и на протяжении смены я буду твоей вожатой мои родичи их два года не видел славя сказала что видела тебя часа три назад у ворот что что так опоздал а да я окрестности зерил окрестности окрестности смотрел ну понятно свободных домиков не осталось будешь жить со мной ольга дмитриевна показала пальцем накрывать семена окей с ними похода нормальными словами базарить надо то они тупые какие-то ладно привыкнул спросить или нет даже не знаю и извините а шо тут происходит в смысле ну чё тут такое только дмитриевна пришла в удивление тут мой дом теперь и твой я это я понял а чё-то вообще происходит семён я тебе не понимаю где так до конца короче еще какой бля век на дворе ольга дмитриевна смотрела на него в непонимании семён плохо просто скажите какой чего зачем тебе она походу не врубает с первого раза плана хрен с ней говорит о моих родителях мне 24 года я чё тут так делаю вообще ладно разберусь позже я хотя бы помыться надо и извините мне помыться до переодеться а всегда пожалуйста ольга дмитриевна полезла в шкафу за формой за счету делать буду делать все как все нашла вот держит ольга дмитриевна подошла ближе к семёну и отдала ему форму бля как от неё благоухает сочла и вот банные принадлежности ольга дмитриевна объяснила семена где находится баня вас понял ступай тогда может быть даже на обед успеешь семён вышел из домика держав одной руке пакет с формой в другой пакет с банными принадлежностями семён шел до бани по пути он раздумывал о своем пребывании в этот лагерь ах надо раз пораскинуть мозгами шо я тут забыл самое нормальное объяснение это какой-то правдивый розыгрыш не в натуре какой у жопу пионер лагерь на дворе 2015 и жаль трубу дома оставил так бы пацанам звякнул бы они бы обоссались со смеху чё самое странное же я хер знает сколько ходил по этой дороге и пришел туда же откуда вышел в натуре чертовщина какая-то леди тут вроде бы вполне адекватные может они сами не знают что происходит а вот эта оля очень правдоподобно отыгрывает вожатая ну прям аж нельзя не поверить будь бы я в настоящем пионер лагеря я боялся ее как огня но вроде вполне адекватно со мной разговаривала но есть одна непонятная ситуация она сказала что базарила с моими предками а почему тогда я с ними не базарил семён начал чесать затылок стопа шот слишком густые волосы я ж коротко стригусь и мне мне шо внешность изменили вот это уже интересном надеюсь в бане есть зеркало хоть погляжу на себя родимого так вернемся к родителям со своими родоками я два года не связывался бля получается у них есть телефон то есть я могу позвонить и спросить чё за дела блять чё-то не со стыковками несостыковки какие-то все у них через жопу не а ну если я в натуре в пионер лагере даже гоните да даже если так как я из 2015 года вылез в двадцатый век я чё сломал время и чё именно меня сюда принесло какие-то хери сплошные несостыковки так много вопросов и так мало ответов я походу попал на машину времени а не я попал на автобус времени сел на саны блять автобус стопа автобус выглядел как в семидесятые как его не помню на элвла и вроде называется автобус и почему автобусе никого не было я же там один сидел и водила этот тупой нет слова не проронил да я даже за проезд не заплатил просто ахирить то ли я дурак то ли лыжи не едут вариант с тем что я попал в грёбанное прошлое постепенно приобретает смысл я все больше убеждаюсь в своей тупости и невнимательности и чё веду себя как баклан общаясь на своем жаргоне не ожидали нормальное воспитание тупой щёр щерой и рыжий от них подохватался да и насрать чё я парюсь говорю как считаю ножами к тому же это моя привычка ладно буду с ними базарить чуть поадекватнее чтобы за дебила не принимали чё-то живот болит продрестаться наверное прихватила помоясь и сразу в сортир но все же меня мочают насущные вопросы моего бытия в этом блять лагере на кой хуй меня сюда заслали почему не 43 или не балоран с фабрички почему я чё я тут забыл я вполне себе жил жил не тужил и тут на закидывает непонятно куда и непонятно зачем сидел бы ща дома да посасывал пива с семками попялил какой-нибудь фильмец или какую-нибудь даму кстати о дамах девочки тут просто лучший класс даже то бурзы мне было бы немного жаль после того как я на неё наорал на она тоже молодец подошла ударила ни с того ни с сего она походу не первый раз с людьми так делает но ничего и я и займусь а ладно подумаем о другом что мне тут делать я никогда не был в таких местах отчетом наш быдло семена думает узнаем уже в следующий раз а сегодня на этом все всем спасибо за просмотр и всем пока